Обратите внимание на слайд, полезная информация, зафиксируйте себе его, пожалуйста. Первое, что мы бы хотели обратить, вы, наверное, все знаете, что организована Ассоциация Меланома ПРО, возглавляет ее Демидов Лев Вадимович, профессор из Ронса, из Москвы. Мы являемся все членами этого общества, входим в состав правления, и всех призываем вас подключиться и решать проблемы. А сегодня цель нашего визита, еще раз повторяю, чтобы нам скопирироваться специалистам, кто занимается этой проблемой по Северо-Западу. И вторая информация, мы пишем контакты нашего отделения, пятого отделения, колл-центра. Мы обязательно индивидуально обменяемся все индивидуальными телефонами, чтобы вы знали, куда обратиться, к какому доктору, кто сегодня читал доклады, кто непосредственно лечит пациентов в Институте имени Петрова, куда вы отправляете своих пациентов. Следующее. У нас мы будем сегодня говорить по иммуноопосредованным нежелательным явлениям. Я еще обращу ваше внимание, что впервые в рекомендации «Русска» будут опубликованы в ноябре этого года и рекомендации по ведению этих нежелательных явлений, потому что это стало актуальным. Вот, можете обращаться. И следующее, что сертификаты о том, что вы сегодня были, баллы вы получите по электронной почте, будут высланы. Вот такая информация, достаточно полезная и интересная. А так, мы собрались все. Спасибо, что все пришли, мы не потеряли никого. Мы продолжаем нашу школу. И начинаем мы второе заседание. Алексей Викторович Новик будет нам сегодня рассказывать об иммунотерапии. Первый его доклад о проблемах современной иммунотерапии меланомы кожи. Пожалуйста, Лидий. Переходя в нашу конференцию к иммунотерапевтической части лечения меланомы, хочется сказать, что мы за последнее время, конечно, существенно продлились в понимании взаимоотношений опухоли и иммунной системы. Причем эти отношения, вот эти все теории, они развивались довольно-таки давно. Еще в начале 20 века, в 1906 году впервые была предложена концепция иммунотерапии опухоли и воздействия иммунной системы на опухоль еще в те времена. И уже в последнее время, уже к 2000-м ближе к годам, развелось представление о взаимодействии опухоли и иммунной системы, которое представлено на слайде, которое говорит о концепции равновесия. То есть у нас есть три фазы взаимодействия опухоли и иммунной системы – элиминация, равновесие и ускользание. И если при элиминации иммунная система, в общем, работает в норме, она может уничтожить практически любую опухоль и огромная масса опухоли, которая у каждого возникает, она не доходит до клинического значимого размера, просто уничтожается иммунной системой. У нас есть фаза более продвинутая, когда фаза равновесия, где иммунная система уже не может уничтожить опухоль, но ему опухоль не может преодолеть иммунную систему. И третья фаза, в которой находится большинство наших больных, это ускользание опухоли от иммунной системы, благодаря каким-то механизмам. Там, где иммунная система не только не может уничтожить опухоль, но иногда и помогает вырастить опухоль. Ну и представление об иммунной системе существенно изменилось. Раньше мы, прежде всего, о ее задачах и о том, зачем она нам нужна. Раньше мы представляли, что у нас есть три, грубо говоря, таких важных звена, которые направлены для защиты организма от врагов, внешних, внутренних, возможно. У нас есть врожденный иммунитет, неспецифическое звено, это барьеры, это монокуляры, фагоциты, естественные киллеры. У нас есть Т-клеточное звено, это эффекты, это хелперы, которые регулируют адаптивный иммунный ответ. И Б-клеточное звено, которое отвечает за гуморальный иммунный ответ. И ключевую роль идет в противоинфекционном иммунном ответе. То на самом деле, чем больше мы изучаем, тем больше клеток мы узнаем в иммунной системе. И даже в тех же самых Б-клетках оказывается есть Б-клетки памяти, а в Б-клетках памяти есть пять сопопуляций. И чем больше лазеров на проточном цитометре появляется, тем больше новых популяций мы выясняем с разными отдельными функциями. Тем не менее, это сложная система. Но самое главное, что мы поняли, это система регуляции. Она может сделать хорошо, она может сделать плохо. Но это такая же система регуляции, как нервная система и гуморальная система. Это третья основная система в организме. И без ее внимания не проходит ни один патологический процесс, тем более такой многокомпонентный, как злокачественная опухоль. Итак, с точки зрения иммунной системы, что представляет собой опухоль? Это такая противоречивая ситуация. С одной стороны, опухоль – это свое, это низкоиммуногенный объект. Хотя она имеет огромное количество новых антигенов. То есть, она имеет высокую изменчивость. Надо сказать, что эволюция клонов – это нормальное свойство живой клетки. И один из моментов, который описан, – это эволюция клонов в кишечных криптах у совершенно здорового человека. То есть, здесь ничего нового нет. Это предопределенный механизм. Тем не менее, для опухоли этот механизм работает на полную мощность. И опухоль постоянно меняется. Иммунная система может быть и необходимым фактором для роста опухоли. А с другой стороны, опухоль может управлять до какой-то степени иммунной системой. А с другой стороны, опухоль может уничтожить теоретически любую опухоль. Принципиально это возможно. Причем это довольно-таки быстро. Мы знаем, например, отторжение органов, что достаточно пары дней, чтобы уничтожить целые органы иммунной системы. И получается у нас такая своего рода баланс. У нас есть профакторы, которые способствуют противоопухолевой защите, провоспалительные цитокины, различные маркеры на поверхности клеток в межклеточных контактах, в так называемом иммунологическом синапсе. У нас есть факторы, которые тормозят иммунную систему, такие как регуляторные клетки. Безусловно, здесь наибольшее достижение последних лет, из-за чего произошла революция в иммунотерапии, это именно эти факторы, которые работают на межклеточных взаимодействиях. Итак, мы со всеми этими факторами можем сделать два действия принципиально. Мы можем что-то активировать, мы можем что-то подавить. Оказалось, что подавление тормозных сигналов имеет наибольший клинический успех, хотя активирующая терапия, не надо забывать, что первые успехи были сделаны именно в активации иммунной системы. Это цитокины, это энтролекины, это вакцинотерапия. Как работает иммунный ответ? Как у нас есть опухолевая клетка? На поверхности опухолевой клетки существует большое количество различных антигенов. Это иные антигены, дифференцировочные антигены. Все это попадает в межклеточную среду, все это поглощается антиген презентирующими клетками. В дальнейшем процессируется лишь часть из антигенов, другая часть никогда не будет представлена организмом, организм просто не видит эти маркеры. Дендритная клетка уже в лимфатическом узле встречает необученный молодой лимфоцит, активирует его с помощью цитокинов и как раз поверхностных сигналов. И в дальнейшем эти лимфоциты обеспечивают либо B-клеточный, либо T-клеточный иммунный ответ. Параллельно цитокины активируют факторы естественной резистентности НК-клетки, которым сейчас придается очень большое значение, и которые могут уже вне зависимости от антигенов уничтожать опухолевую клетку. Однако параллельно происходят два процесса. Во-первых, торможение иммунного ответа. Иммунный ответ должен быть конечный. Бесконечный иммунный ответ – это аутоиммунное заболевание. У нас есть банк памяти, который тоже небесконечный. Мы не можем постоянно заполнять этот банк, он может дойти до предела. У нас есть продукция опухоли различных супрессорных факторов. У нас есть клетки иммунной системы, которые тормозят развитие иммунного ответа и управляются опухоли. Это так называемые, например, мелойные супрессорные клетки. Как вообще работает иммунологический синус? Здесь примерно первая молекуля, которая была найдена, этот СТЛА4. Вообще надо сказать, что изначально это делали средства против ревматоидного артрита. Просто побочным продуктом этого оказалось не активирующее антитело, которое должно тормозить, а блокирующее антитело, которое вылилось в препарат эпилемумаб. Итак, в норме, если Т-лимфоцид встречается с соответствующим токлеичным рецептором, встречается с антигеном и получает второй дополнительный сигнал, что надо активироваться. То есть он должен не только определиться, с чем ему надо взаимодействовать, он должен определиться, что ему надо делать. Либо оставить этот антиген, и тогда лимфоцид умирает, либо активироваться, и тогда уничтожить носитель этого антигена. Если надо активироваться, то возникает иммунный ответ. Но сразу же возникает и маркер остановки этого иммунного ответа, в данном случае ЦТЛА4, антиген лимфоцидов. Он лучше взаимодействует с CD80, таким образом прекращает иммунный ответ. Соответственно, мы можем этот заблокировать и дать иммунной системе еще время, чтобы уничтожить опухоль. На самом деле поверхностных маркеров больше. Даже эта сложная схема не отражает всю поверхность клеток. Но тем не менее, на сегодняшний день мы научились воздействовать на вот эти клетки. Мы учимся воздействовать на ЦТЛА4 и ПД1. Иммунологический синус не одинаков между разными клетками. Если между дендритной клеткой и Т-лимфоцидом есть один перечень маркеров, то с опухолевой клеткой стручается другой перечень поверхностных молекул. И с каждым участником, а на самом деле участников гораздо больше этого процесса, с каждым участником образуется свой тип иммунологического синапса. И здесь как раз кроется избирательность. Почему все препараты, направленные на вот это взаимодействие, они похожи, но в чем-то при этом различаются. И если мы вот эту многокомпонентную картину будем разбирать, из того, что мы можем сделать, из того, какие мишени можем сделать, мы можем с уверенностью сейчас сказать, что что бы мы ни делали, как бы мы ни воздействовали на иммунную систему, в любом случае воздействие будет на всю иммунную систему. Единственный способ выделить эти подходы – это разделить их по месту первичного воздействия. Итак, мы можем усилить презентацию антигена. Это различные вакцины, которые сейчас изучаются. То есть мы можем визуализировать опухоль для иммунной системы. У нас есть методы модуляции активности иммунологического синапса. Мы можем усилить стимулирующий сигнал или блокировать тормозный сигнал. Ведь вот эти вот ингибиторы иммуноконтрольных точек – как раз и есть та группа препаратов, которая подвинула нас на изменение такой классификации. Методы воздействия на кинетику иммунных процессов – всем известная цитокина, которая до сих пор в ходу и до сих пор могут использоваться. Адаптивная терапия, клеточная, гуморальная. Если говорить о гуморальной адаптивной терапии, то это всем известные антитела, которые мы широко применяем в практике. И не надо забывать, что и ритуксимаб, и тростузумаб – это все-таки методы иммунотерапии с иммунологическим компонентом действия, причем довольно-таки значимым. Клеточная терапия – это пока еще предмет изучения, но это все эти тилы, лаки, карты, лимфоциты и так далее, о которых вы, может быть, слышали, о которых сейчас стали больше говорить, но которыми, по сути, пока еще занимаются только энтузиасты. Методы устранения иммуносупрессирующих факторов – это большая группа методов, которая мало распространена в онкологии на сегодняшний день, но которые присутствуют. И методы воздействия на опухоль с последующей активацией индукции иммуноответа. Здесь тоже в последнее время происходят достаточно большие подвижки. Это группа методов, направленная на разрушение опухоли без ее удаления непосредственно из последующей активации дополнительного иммунного ответа. Где мы можем применить иммунотерапию в меланоме кожи? Ну, вот условная стадия, условная раскладка, что мы можем или что мы не можем делать. Здесь синим показаны те методы, в которых эффективность доказана, и более бледным – те методы, эффективность которых изучается. Итак, мы однозначно можем работать с помощью иммунотерапии на четвертой стадии. Мы можем хорошо работать в эдивантном режиме на третьей, начиная со второй B стадии. На сегодняшний день нет данных никаких по эффективности иммунотерапии по поводу первой стадии, по поводу второй A стадии, и для профилактики изначальной меланомы. Хотя это все потенциально может быть изучено и изучается. Но прежде чем говорить о чем-то конкретном, о конкретных примерах, надо понимать, что у иммунотерапии есть свои принципы, их надо всегда учитывать, и им надо следовать. Тогда эффективность применения методов иммунотерапии будет максимальной. Итак, основное свойство иммунотерапии – это универсальность, длительное время необходимое для развития противоопухолевого эффекта, высокая длительность, устойчивость развившихся эффектов, иммунологическая память, аддитивный характер действий, посредственное нежелательное явление. В принципе, они все связаны друг с другом, но по иммуно-опосредственным нежелательным явлениям у нас будет отдельная лекция, я сейчас не буду на этом останавливаться. Что касается универсальности, то в механизме действия, в работе иммунологического синапса, там может вообще не быть опухолевые клетки. Поэтому этот подход, он работает при многих злокачественных опухолях. Здесь вот последнее обновление слайда. С зеленым отмечено то, что зарегистрировано на сегодняшний день в России. У нас есть препараты и пилиумаб, и неволюмаб, и пембролизумаб, которые зарегистрированы, и пилиумаб зарегистрирован только при меланоме кожи. Неволюмаб и пембролизумаб дополнительно зарегистрированы при раке легкого, немелкоклеточном, при почечномоклеточном раке. За рубежом зарегистрирована еще масса препаратов по другим показаниям. У нас эти препараты просто ожидаются. И, собственно говоря, все опухоли сейчас делятся на те, у которых эти препараты уже были исследованы, и те, до которых еще просто не добрались. Длительное время, необходимое для развития противоопухолевых эффектов. В чем это выражается? Это выражается в том, что мы можем видеть нетипичный ответ на фоне иммунотерапии. Мы привыкли видеть на фоне цитостатиков, что у нас либо сразу развиваются эффекты, такое бывает при иммунотерапии, либо у нас есть какой-то период стабилизации, не сильно большое повышение опухолевой массы, и потом постепенное развитие эффекта. Однако бывают ситуации, как вот показано на этом слайде, это один из самых цитируемых и самых наглядных примеров. Пациент, который лечился в Австрии, в Вене, выраженное прогрессирование процесса после 12 недель лечения, потом постепенное развитие полного регресса, который длился 3 года, потом у пациентки было прогрессирование, опять был назначен пилиумаб, опять получился частичный регресс с длительностью более полутора лет. Появление нового очага. Для химиотерапии мы привыкли, что это критерий однозначно неэффективности лечения. Но опять-таки тот новый очаг, который, несомненно, опухолевый. Для иммунотерапии это может быть не так, потому что даже появившись он может регрессировать. Что мы видим относительно частоты эффекта? Посмотрите, уменьшение размеров опухоли у значительного количества пациентов. Да, отметка частичного регресса меньше, в данном случае это примеры эффективности пембролизумаба. Но тем не менее, 72% пациентов уменьшение размера опухоли. Еще значительная доля пациентов не прогрессирует по стандартным критериям оценки. Ввиду этого, ввиду таких особенностей, были введены новые критерии, иммуноопосредственные критерии. На сегодняшний день этих критериев несколько генераций. Вот пример оценки выживаемости у больных, получавших хипилиумаб по критериям РРС. В чем разница между этими критериями? Самая главная разница, что и прогрессирование необходимо подтверждать как минимум через месяц от выявления прогрессирования, в случае, если пациент хорошо себя чувствует. Смотрите, пациенты, у которых было прогрессирование поставлено по критериям РРС, они ближе к тем пациентам, у которых не было прогрессирования, которые прогрессировали по рецисту и не прогрессировали по РРС. Те, которые прогрессировали по обоим критериям, у них наиболее печальная судьба. пембролизумаб, та же самая история критерии РРС опять мы в середине видим группу пациентов да, у них несколько хуже выживаемость чем у тех пациентов, у которых однозначно есть эффект но тем не менее она значительно лучше, чем у тех, у кого есть прогрессирование процесса и вот ввиду этого на сегодняшний день есть большое количество различных систем оценки опухолевых эффектов, все они созданы в первую очередь для клинических исследований, но мы можем ориентироваться, мы должны комплексно подходить к оценке эффекту у данного конкретного пациента, мы знаем, что у нас есть система VHU, это была первая система, которая была разработана не на основании наблюдения за большим количеством больных, а просто на основании измерения опухоли, где мы знали что большое уменьшение размеров опухоли это хорошо, большое прогрессирование это плохо а в показателях от где-то 30 до 50% мы не очень уверены правильно ли мы измерили опухоль там могут быть вариации, поэтому это относилось все к стабилизации процесса у нас есть система с одним измерением RECYST 1.1, которым мы привыкли пользоваться где уменьшено количество очагов, они очень хорошо коррелируют с другими системами, которые просто более просты в использовании и то же самое сейчас идет с монопосредными нежелательными критериями, начали с системы VHU, где было 10 очагов, где новый очаг просто вносился в опухолевую нагрузку и на сегодняшний день сделаны две системы, RECYST, где новая масса опухолевых очагов не учитывается они построены именно на системе RECYST 1.1 требует дополнительного подтверждения и система IRC, которая тоже учитывает 5 очагов тоже учитывает одно измерение, но где опухолевые новые опухоли больше одного сантиметра просто вносятся дополнительно в опухолевую нагрузку вот пример изменений по системе IRECYST по RECYST мы ставили прогрессирование, дальше на этом вся история закачивалась по RRC, мы дальше потом эту же оценку считаем неподтвержденным прогрессированием и можем у некоторых пациентов получить и даже частичный регресс как максимальный ответ и потом уже в дальнейшем прогрессирование процесса какие выводы из этого можно сделать? в первую очередь то, что до развития эффекта требуется может быть период ухудшения симптомов соответственно пациент должен быть об этом извещен требуется убедиться в неэффективности лечения а вот больные с агрессивно текущими заболеваниями могут не успеть просто дожить до улучшения если у них и так большие симптомы, мы их еще усилим будет только хуже, мы вынуждены будем переключиться или вообще отменить полностью терапию поэтому они не лучшие кандидаты для иммунотерапевтических воздействий но вот общие факторы прогноза эффективности высокая опухолевая нагрузка мы сказали, что это плохо для любого метода лечения быстрый рост опухоли тоже неблагоприятный прогностический фактор особенно для иммунотерапии в меньшей степени для таргетной терапии высокая активность опухоли, высокий уровень ЛДГ считается, что это один из генетических маркеров особого генетического по типу опухоли плохое обще состояние больных тоже это функциональная возможность все-таки в иммунотерапии основное действующее вещество это иммунная система высокая длительность и устойчивость развившихся эффектов но впервые мы длительность и устойчивость развившихся эффектов на самом деле видели на высоких дозах интерлекина-2 здесь время в годах, не в месяцах и мы видим, что определенную долю пациентов да, это в районе 10, может быть 15 процентов они живут долго после однократного или двухкратного короткого курса терапии и собственно говоря, те, у кого достигнут полный или частичный регресс живут крайне долго, с крайне хорошей устойчивостью по сути, они являются излеченными что при меланоме, что при раке почки и это та же самая отметка в 3 года, которую мы видим при эпилемумабе длительная плата и низкий риск прогрессирования у пациентов у которых был эффект, которые прожили больше 3 лет похожая ситуация с неволюмабом, пембролизумом таким образом, эти препараты, да, они действительно позволяют достичь длительного эффекта увеличивать продолжительность жизни и на сегодняшний день они ставят уже, делают актуальный вопрос об излечении как мы это будем мерить, это другой вопрос иммунологическая память, это то, что нельзя сбрасывать со счетов потому что когда мы назначаем иммунотерапию даже если у пациента дальше будет прогрессирование процесса мы тем не менее можем как-то изменить его судьбу и повлиять на эффективность ну вот первый момент исследование Checkmate 25 пациенты получали неволюмаб посмотрите, те пациенты, которые продолжили лечение после прогрессирования, значительно выше продолжительность жизни пациентов они еще продолжают получать пользу 064 последовательное назначение эпилеумаба, неволюмаба или наоборот оказалось, что если пациенту сначала назначили неволюмаб потом переключили на эпилеумаб потом опять на неволюмаб, на поддерживающий режим эффективность значительно выше выживаемость пациентов значительно выше таким образом эффекты терапии назначены последовательно они немножко накладываются между собой другие моменты Keynote 006, Pembrolizumab уже во второй линии терапии не такие хорошие эффекты по сравнению с эпилеумабом просто потому что эпилеумаб лучше работает во второй линии терапии вот выживаемость Checkmate 64 наши результаты здесь кривые выживаемости пациентов которые получили 3 и более линии иммунотерапии пациенты получали эпилеумаб в программе расширенного доступа и те, которым было назначено как первая или вторая линия иммунотерапии видите, разница драматическая опять-таки вопрос что мы делали до этого безусловно, вакцины на сегодняшний день не зарегистрированный метод лечения но они везде изучаются из их исследований много и такие пациенты встречаются практически в каждой практике тут проведены два исследования одно наше те же пациенты, которые получали эпилеумаб в зависимости от того была ли вакцина терапия до начала лечения или нет риск 0,52 то есть в два раза ниже риска смерти пациентов которые получили иммунотерапию конкретно вакцины до этого та же самая картина практически с теми же цифрами получилось в исследовании в 2016 году которое опубликовано в 2016 году также почти те же самые цифры эффективности терапии у пациентов которые до этого получали другой вид иммунотерапии в частности вакцину опять-таки влияние иммунотерапии на эффект неиммунологических методов лечения вот результаты исследования НЭМа это исследование у больных с НРАС мутированной меланомы которым говорил Евгений Наумович и посмотрите те пациенты, которые получали адевантную терапию до исследования НЭМа это лечение было в первой линии терапии а адевантная терапия это во всем мире исключительно иммунотерапия у тех пациентов гораздо лучше эффективность вроде бы таргетной терапии не относящиеся к иммунологическим методам воздействия если пациенты ничего не получали то разницы в общем бенимитинибы и дакробозина почти нет аддитивный характер действия это вопрос о комбинировании пембролизумаб и эпилемумаб объективный ответ 57% это уже близко к таргетной терапии клинический эффект 78% очень хорошие показатели выживаемости неволюмаб с эпилемумаб другая комбинация весьма ожидаемо двухлетнее время до прогрессирования 43% на комбинированной терапии 37% на монотерапии неволюмаб общая выживаемость 64% двухлетние показатели медиана только-только сейчас подходит возможно подойдут а возможно не подойдут к медиане времени наблюдения безусловно ожидаются новые комбинации но до этих комбинаций нам еще в принципе надо дожить и посмотреть насколько они добавят не только к тактичности но и к эффективности лечения ну и кроме того надо учитывать что что было до этого и не сбрасывается что в другие методы иммунотерапии существует не только ингибиторы иммунных контрольных точек существуют другие препараты и ингибиторы работают хорошо когда есть иммунный ответ как здесь видно если на границе с опухолевой тканью есть лимфонная инфильтрация то мы потом увидим эффект если некому работать то ингибиторы иммунных контрольных точек ничего не активируют просто нет объекта для их воздействия та же самая ситуация мунициальная нагрузка если опухоль сильно отличается от организма то эффективность выше если слабо отличается то ниже уровень лимфоцитов вроде бы тот показатель который химиотерапевты в основном в своем подавляющей массе не знают про своих больных потому что нам это не надо для принятия лечебной тактики смотрите лимфоциты больше или менее семнадцати с половиной процентов насколько различается эффективность терапии иммунологическими препаратами то же самое что мы видели предыдущих картинах но это уже результат работы простого интерферона альфа которому все знакомы резкое увеличение инфильтрации опухолевой ткани лимфоцитами просто на фоне терапии сочетание с ингибиторами ctl-a4 выраженная длительная хорошие эффекты тоже выраженная лимфоидная инфильтрация здесь нет опухолевых клеток здесь только иммунные клетки это результаты применения нашей вакцины которая разрешена в настоящее время в российской федерации в сочетании с фото динамической терапией результаты наших московских коллег вакцина терапия после достижения эффекта на фоне терапии дакробазина при стабилизации или частичном регрессе пациенты которые не получали вакцину пациенты которые получали вакцину опять-таки то же самое плата на тех же примерно 20-22% пациентов одевантная терапия меланомы я позволю себе остановиться на этом вопросе потому что у нас нет отдельного доклада и как раз были вопросы по этому делу ну вот на самом деле бурные споры среди специалистов среди даже коллег входящих в рабочую группу по рекомендации по лечению меланомы не утихали тут были просто бои без правил две недели или три недели назад по вопросу работает или не работает одевантная терапия интерферона мальфы но это хотел привести результаты одного из последних метаанализов он включил очень большое количество исследований 17 исследований 10 тысяч больных для риска первого прогрессирования и 15 исследований с 10 тысячами почти больных для риска смерти что оказалось что риск смерти от меланомы при одевантной терапии интерферона мальфы снижается на 9 процентов много это или мало вопрос который наверное мы не можем считать но это достоверное снижение и наиболее консервативная оценка этого риска который существует на сегодняшний день риск прогрессирования снижается на 17 процентов то есть для того чтобы спасти жизнь одному человеку должно пролечить 35 доверительный интервал соответственно 21 до 108 это не такие плохие показатели на самом деле если мы сравним с одевантной терапией других заболеваний то там очень очень схожие цифры проценты отличаются не сильно но тем не менее там одевантной терапии не обсуждается здесь считается что это недостаточно эффективное лечение что интересно по поводу этого мета-анализа что такие результаты сохранились в данном мета-анализе только при низких дозах интерферона альфа и не было никаких различий между высокими средними и низкими дозами то есть доза и режим лечения не влияла на эффект длительность лечения не влияла на эффект общий консенсус по поводу длительности одевантной иммунотерапии любым препаратом при меланоме сейчас среди специалистов считается один год этого достаточно в принципе интересный факт что вот то исследование которым рассказывал Светлана Анатольевна при пилиумабе там было плацебо контролируемое исследование пациент из группы плацебо отказывались от продолжения лечения больше одного полутора лет потому что они просто уставали от лечения это было плацебо это не было никаких нежелательных явлений то что говорилось про исследование рандомизированное исследование одевантной терапии меланомы кожи и пилиумаб 10 миллиграмм на килограмм в лечебном режиме зарегистрирован 3 миллиграмма на килограмм это достаточно дорогое удовольствие 4 введения потом поддерживающим режиме до 3 лет против плацебо да действительно работает риск прогрессирования 0,76 риск смерти еще лучше 0,72 опять таки у нас есть показатель сколько пациентов надо лечить чтобы спасти одного человека это показатель низкий 9 но однако на фоне здесь были смерти полтора процента пациентов умерло на фоне одевантной терапии профилактической вроде бы и до одной смерти 95 односмертно 95 пациентов приходится таким образом соотношение 1 к 10 в среднем альтернативные варианты возможно наверное возможно вот это вот результаты нашей терапии вакцинотерапии мы видим что достаточно хороший хороший относительно риск прогрессирования времени до прогрессирования в течение двух лет на фоне вакцин это менее токсичное лечение поэтому на сегодняшний день вопрос одевантной терапии на самом деле до конца не решен весь мир пользуется интерфероном потому что это доступно это доказано все знают что с этим делать вопрос что делать сепелеумабом скорее всего будет решен недели через две когда доложат результаты исследования где эпелеумаб в высоких дозах с разницей сепелеумабом в низких дозах и с интерфероном в высоких дозах это будет на АСКО это уже анонсировали результатов до АСКО никто не сообщит безусловно вопросы комбинированные последовательности это вопрос очень сложный у нас есть масса разных методов которые мы можем скомбинировать мы на сегодняшний день знаем что модуляторы друг с другом комбинируются хорошо с цитокинами хорошо с хирургическим лечением хорошо с вакцинами надо выяснять потому что они для этого и собственно говоря были созданы хирургическое лечение может взаимодействовать с другими методами иммунотерапии я не остановился сейчас на виротерапии но она разрабатывается в мире есть зарегистрированные препараты есть ТВЕК есть регвир в отдельных странах у нас есть масса возможностей комбинировать и с цитостатиками эта комбинация не сходит со счетов и с различными физическими методами воздействия которые очень перспективно считаются и собственно говоря не у всех в руках поэтому безусловно за такими подходами будущее и спасибо за внимание Алексей Викторович спасибо большое спасибо уважаемые коллеги вопросы ваши Виктор Николаевич у вас остались еще какие-то вопросы спрашивайте спрашивайте по дивантному лечению может какой-то вопрос остался у нас коснулись на месте вы назначаете пациентам назначаете а что назначаете интерфероны назначаете да низкими дозами в течение какого времени а высокими дозами лечения группы были пациенты но в основном 5-6 миллионов три раза в неделю ну если плохая переносимость переходим на 3 миллиона и непосредственно из вашего центра тоже были рекомендации если плохо переносят а впечатление какое у вас все-таки ну вот спорили Алексей Викторович не зря это сказал спор был достаточно у нас жаркий среди специалистов кто пишет как раз рекомендации вот рекомендации русско по дивантному лечению группу с промежуточным прогнозом нужно все-таки проводить дивантное лечение или не нужно ваше впечатление доктору вы непосредственно с пациентами общаетесь естественно если это стадии вторая третья когда есть поражение мне кажется все равно лучше назначать в адюванте лечение чем вообще не назначать но опять же контингент больных разный если это возрастной пациент то может быть вообще ничего если это пациент достаточно молодой и может переносить лечение, то всё равно что-то лучше назначить. Вот так вот видим лучший эффект, чем совсем ничего недостаточно быстро приходит с рецидивами. Впечатление такое, что всё-таки работает. И вы за. Есть кто-то, кто против? Против адевантной терапии? Нет? Хорошо. И скажите, пожалуйста, может кто-то участвовал в клинических исследованиях по адевантному лечению? Нет? Никто? Да. И плюмап никто не назначал адевантную? Нет? Ну хорошо. Но если вопросов нет, тогда мы переходим к следующему докладу. Спасибо.